Микс Ньюз. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10.00 мы говорим вам «Люблю» в нашей новой передаче «Люблю лайф». Life is good. На Радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире я, Инна Авина. Я главный редактор журналов «Люблю» и «Люблю лайф». Очень приятно со всеми с вами увидеться, услышаться. Те, кто нас смотрит, всем привет. Тем, кто нас слушает, я представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Оксана Пинчук. Здрасте, Оксана. Добрый день. Ее профессия называется очень серьезно. Личный консультант в сфере образования за рубежом. Вот так вот. А на самом деле, чем занимается личный консультант? У Оксаны мы сейчас и выясним. Оксан, что вы делаете с тем, вот, возможностью образования за рубежом сегодня, в момент каких-то таких вот очень серьезных изменений, которые каждый день, я так понимаю, родители школьников, знаете, отслеживают новости примерно, как какие-то биржевые работники, боже мой, какие новости, сегодня ребенка отправлять в школу, или, может быть, уже где-то там вот в этих родительских чатах сообщили, что надо остаться. Как вы работаете, с чем вы работаете, и тем более за границей, да, когда, опять-таки, каждый день мы ждем, за какими линиями, какого цвета, как мы окажемся и что происходит. Вот об этом расскажите. Ну, я тогда, наверное, так разделю на две части свой ответ. Первое, конечно, этот год абсолютно для меня, вот, в моей практике за 15 лет абсолютно анпрецедентный, потому что беспрецедентный, поскольку действительно он отличался очень сильно в связи с тем, что была пандемия, и то, как ребята поступали, то, как они проходили этот процесс поступления, то, как они готовились к отъезду, это было намного отличалось от того, как это происходило обычно. То есть, если обычно, это для всех стресс, это все равно стресс, и перед отъездом, особенно несколько последних месяцев, обычно что дети, что родители уходят с квадратными глазами и задают очень много вопросов, то в этом году все эти вопросы можно было умножить на 15 или 20. Да, если не больше. Скорее, да, с большинством своих ребят, которые находились здесь, в Латвии, потому что я работаю еще с ребятами, которые у меня уже находятся в Великобритании, то есть для них это немножко, например, было проще. Вот именно в Великобритании у меня было несколько ребят. Вот, то те, которые находились здесь, в Латвии, конечно, мы практически работали в ежедневном формате. То есть и сверяли сводки вместе, и смотрели на линии. То, о чем я говорю. Я скажу, что за исключением одного человека или двух, то есть все остальные мои ребята, с которыми я работала, они уехали в школы и в университеты. Кто-то из них уехал и, скажем, решил вернуться, потому что там больше онлайн-обучения, чем все-таки он-кампус-обучение, то есть на кампусе. Кто-то остается, но в принципе то, что вот я заметила, если был такой стресс именно, а как уехать, да? Да, да. То, мне кажется, за эти полгода уже немножко свыклись и родители, и ребята с той мыслью, что, скорее всего, эта ситуация продлится еще какое-то время, ее нужно просто принять и жить, собственно говоря, с ней. Девочки, которые… Вот у меня есть одна девочка, которая такая вот очень чувствительная и нежная, и все, и она вот села, поехала, улетела в Лондон, начала учиться, и как-то они быстро адаптируются. Молодые ребята вообще, вот подростки, выпускники школ, молодежь, назовем их всех вместе, young people, они очень быстро адаптируются к новым изменениям, на самом деле. Получается, что больше нервничают, может быть, даже родители, которые остаются дома и тревожатся. Больше нервничают родители, они тревожатся, они передают эту тревогу ребятам. Ребята сами, они вот на самом деле, у них намного меньше тревожности, они очень быстро адаптируются. Как мне кажется, у них есть такое внутреннее ощущение, что ну как бы справлюсь как-нибудь. Может быть, это как у детей, знаете, у них порог страха еще не винить. Ну потому что с их роста падать не так больно, наверное, связанность. Это как бы и плюс, с другой стороны, понимаешь, что они где-то могут переоценивать себя и недооценивать ситуацию. Ну мы выбрали, назову там, я и мои студенты, команда, мы выбрали такую тактику, что будем действовать по обстоятельствам. То есть едем, смотрим, обстраиваемся. Если чувствуем, что закрываются границы, если чувствуем, что есть какая-то опасность для жизни, здоровья, то есть если есть дискомфорт какой-то, значит, собираем чемоданы, решаем задачу с проживанием и уезжаем назад, переходим там на онлайн-обучение или еще что-то. Но, да, большинство согласилось, в принципе, на такой план. Скажите, Оксана, в каком случае к вам обращаются родители? То есть это при каких обстоятельствах происходит? Вот, допустим, нас слушает сейчас утро, допустим, мамы детей, которые сидят, пьют кофе на кухне или занимаются приготовлением обеда. Вот нас слушают и думают, да, это интересно, консультант в сфере образования. Я тоже хочу, чтобы у моего ребенка было качественно высшее образование. Что вы делаете? С чем приходят к вам родители? Почему они должны к вам прийти? Классический запрос – это школьник, находящийся, скорее всего, в 10, в 11 или в 12 классе на данный момент, который думает о том, что, возможно, мы хотели бы обучаться после окончания школы за рубежом, или даже мы хотели бы закончить школу за рубежом. То есть если… В смысле о том, что мы уже будем там и продолжать обучение. Скажем, если это 10 класс. То есть вот есть достаточно большое количество ребят, которые уезжают получать среднее образование за рубежом, то есть они заканчивают 9 классов или 10 классов, и потом уезжают за границу, скажем, в какую-то определенную страну, на какую-то определенную программу, точечно выбирают ту школу, которая их, скажем, максимально приведет к поставленной цели. То есть это, скажем так, уже точечная стрельба, когда мы хотим попасть точно в цель. И вот если вы сидите, пьете кофе и думаете о том, что вот вчера мы с сыном или с дочерью разговаривали о том, что, да, возможно, надо посмотреть на какие-то опции получения высшего образования или среднего за рубежом, то я буду рада пообщаться, поговорить, потому что в мою задачу входит поделиться информацией о том, какие варианты за рубежом существуют, рассмотреть максимально все страны, которые… А, то есть начинаем со страны, с языка обучения, с чего? В принципе, консультация начнется с того, что я спрошу, скорее всего, в каком классе учитесь и в какой школе. И что у вас девушка на уме, да, или молодой человек. Какие у вас на уме, какие у вас оценки и так далее. То есть есть такой набор стандартных вопросов, чтобы понять профиль студента, понять, что у него за плечами, да, и как с этим работать дальше. Основной вопрос, конечно, это знаете ли вы, что вы уже хотите изучать после окончания школы, или еще не знаете. И здесь, наверное, 50 на 50. Кто-то уверен в своем ответе. Вы предусхитили мой вопрос, да. Неужели есть дети, которые четко ориентированы? Есть такие, да. И достаточно большое количество, да. Скажем, у меня скорее математическое направление, или IT-направление, или скорее я буду что-то художественное изучать? Кто-то может прийти и сказать, я хочу быть архитектором. То есть точечно он мне говорит, что я хочу быть архитектором. Кто-то может прийти и сказать, я думаю о чем-то в сфере искусства и дизайна, но я еще не совсем определился с направлением. Кто-то скажет, я вообще не знаю, чем мне заниматься, потому что меня так все интересует, и мне так все интересно, у меня так все хорошо получается, у меня прекрасные оценки по всем предметам. Это, кстати, самый сложный случай, когда у ребенка все хорошие оценки по всем предметам, у него все прекрасно получается, за что бы он ни взялся, это все превращается в золото. Это то, что мы знаем, разносторонняя, развитая личность. Да, да, вот таким ребятам бывает очень сложно выбрать какое-то одно направление, как мне кажется, потому что они думают, что не дай бог они что-то упустят. Да, потому что, да, когда ты начинаешь сужаться, то есть ты сужаешься. Но есть тактики и для работы с такими ребятами, вот, то есть, опять же, изучение программ, разговоры по душам, посмотреть на интересы, посмотреть на способности, возможно, сделать какие-то тестирования, возможно, обойтись без тестирования и просто это в разговорах вытащить, выявить из школьника. Да, ну да, это, конечно, основной вопрос, потому что отталкиваемся мы. Бывает так, что приходчик говорит, я хочу определенную страну по каким-то определенным причинам. Например, у меня там родственники, да, или я там был, мне очень нравится эта страна, я четко знаю, что я хочу изучать, мы рассмотрим, есть ли в этой стране такое направление, которое вот каким-то определенным образом или энным количеством университетов предлагается. Бывает так, что, но правильнее, как бы в идеальной картинке мира лучше всего отталкиваться от того, что я хочу изучать. То есть, что я хочу изучать, кем я хочу стать, что меня интересует, и когда ты нащупал вот эту нишу, тогда от нее отталкиваться и смотреть на то, в каких странах предлагается такого типа обучения. Ну и, наверное, язык, какими языками владеет ребенок. Конечно, то есть языки, страны, стоимость обучения в тех или иных странах, стоимость проживания, есть ли какие-то ограничения в плане, там, визового, например, режима или нету таких ограничений. То есть мы смотрим, вот направление, например, если мы возьмем бизнес, то, наверное, просто ткни пальцем в любую страну, обязательно будет, где-то будет обязательно бизнес-направление и на английском языке. Абсолютно точно. Да, что-то вы обязательно найдете. Если вы хотите изучать, например, космическую инженерию и все-таки ориентируетесь, например, на Европу, то здесь уже можно выявить на английском языке, это, может быть, будет 2-3 страны. То есть сразу у нас уже очень маленький список, и тогда мы смотрим на то, какая из этих стран вам подходит по формату обучения, по стоимости обучения, по проживанию, может быть, по культуре, по многим направлениям. И тогда, соответственно, уже готовимся к поступлению, подготавливаем документы, пишем мотивационные письма, отправляем заявки, следим за тем, чтобы все это происходило бы вовремя, чтобы студенту и его родителям был понятен процесс. Для того, чтобы... То есть моя задача тоже состоит в том, чтобы, по сути, разгрузить моего клиента, то есть студента и его родителей, от какой-то ненужной мусорной информации, которой достаточно бывает много, чтобы они могли сосредоточиться на самых главных задачах. Например, если это школьник, который в 12-м классе учится, то его самая главная задача – это получить максимально высокие оценки в школе. Да. Потому что, опять же, это входной билет в университет. Кстати, Оксана, вот я так хотела сказать. Если мы обращаемся сейчас к родителям 12-ти классников, что им надо сейчас держать в уме? То, что у них на самом деле времени не до весны, а до зимы. Именно так. Правильно? Да, в большинстве случаев у них времени совсем осталось вот цыгель-цыгель. Считай ничего. В принципе, надо готовиться набирать ваш номер телефона. Ну, ноябрь, ноябрь, декабрь – это вот три месяца. В текабре уже аттестат. Ну, вот этот вот полугодовой. Ну, скажем так, есть большинство стран просят заявку прислать где-то до каких-то январских дат. Где-то это 15-е, где-то там это может быть 5-е января, где-то 25-е января. Но в большинстве стран заявка отсылается в январе. Да, на сентябрь. Соответственно, если вы прибежите 1 января, останется зазор в две недели для того, чтобы сделать всю работу. И выбрать направление, и профессию, и университет. И поговорить. И поговорить. Да, да, да. Это можно сделать, безусловно, но надо понимать, что это будет большой стресс, скорее всего, и может быть достаточно поверхностно, потому что нам надо успеть. Да? Да, да, да. И всё время будет вот это вот. И если мы начинаем работать сейчас, то у нас есть возможность встретиться за кофе, и общаться, и разговаривать, и смотреть на программы, и изучать разные страны, и всё вовремя подготовить, без лишней спешки, отослать документы до Рождества, до Нового года, и спокойно в кругу семьи или ещё где-нибудь, мы надеемся на то, что будет открыто, весь мир будет открыт, отмечать Новый год и Рождество. Есть, конечно, страны, в которые заявку нужно подавать, скажем, там, до марта, до апреля, до мая. Даже есть те, которые принимают заявку только в июле. Например, Германия, да? Да. Германия, она работает по принципу подачи документов уже после окончания школы. Очень похоже на нашу систему. Это так, как мы в советское время заканчивали мы с вами школу. Мы сначала заканчиваем школу, получаем все документы, и они рассматривают только финальные документы. В то время, как многие страны, Великобритания, Нидерланды, Дания, Америка, Канада и огромное количество других стран, очень многие, да? Они принимают заявки в процессе, пока вы учитесь, и работают с так называемым условным зачислением. Да. То есть есть такие нюансы тоже. Но даже по Германии, например, они просят заявку прислать до 15 июля, да? Но это означает, что если вы свой аттестат получили 30 июня, у вас есть две недели только на техническое оформление документов. Все остальное нужно сделать заранее. Выбрать университеты, понять, как это слать туда документы, что с ними, с этими документами надо сделать и т.д. и т.п. Потому что эти две недели это только перевод, возможно, апостиль, возможно, какая-то легализация или еще что-то в этом роде. по почте отправить в университет. То есть там уже на креативную работу не остается никакого времени. Оксана, вы работаете только с европейскими вузами или Америка, Россия, ну, какие-то другие крупные страны? Абсолютно с любой страной мира, если там есть то, что вы хотите, если мы можем туда попасть, если их система поступления не запутана, да, и она прозрачна. Да. Ну, например, у меня был запрос такой самый экстравагантный, это была Южная Африка изучения инженерии, и я думаю, что же там делать хочет этот человек в Южной Африке с инженерией. А оказывается, когда я сделала определенное расследование, профессиональное, что там действительно есть несколько очень таких серьезных вузов, причем у них обучение на английском языке, стоимость обучения достаточно приемлемая, интересные вузы с интересными программами, с очень хорошими сайтами, на которых все прекрасно, хорошо расписано, в отличие, кстати, от многих немецких сайтов, которые такое ощущение, что остались в каком-то там в 18 веке. Да, вот был такой запрос, то есть вполне возможно уехать и в Южную Африку, изучать инженерию или еще какую-то науку, если очень хочется по какой-то причине быть именно в этой стране. Но единственное, что может быть там сейчас не очень безопасно. А сейчас вообще неизвестно про какую страну можно так сказать, что там совершенно безопасно. Скорее всего, да. Я вот тут недавно была в Лондоне, и как-то ехала с одной из своих студенток, туда летела, и мы с ней много общались, разговаривали, и я ей рассказывала страшные истории, которые со мной происходили. Во время поездок делала? Да, неужели это со мной происходило, потому что буквально там несколько лет назад я была в Лондоне на концерте «Депишмот», вот, и да, вот во время концерта, то есть, кстати, телефоны не работали, когда концерт закончился, мы там открыли условно свои телефоны, наконец-то там заработала связь, мы выходили из стадиона, и вдруг появляется там красное предупреждение, что там где-то в соседнем районе произошел какой-то теракт, если помните, то есть там на мосту. Да, на мосту, точно. Я была как раз-таки вот в этот момент с группой своих друзей была на концерте «Депишмот» двумя или тремя остановками раньше, да, то есть, всякое в жизни может быть, и ни от чего не застраховано, здесь принцип такой, что, наверное, дома просто все время не усидишь, да. Надо быть внимательным, нужно беспокоиться о своей безопасности, понятно, что не лезть в какие-то места или не ходить по районам, которые потенциально опасны, мы и в Риге этого не делаем, наверное, да, то есть у нас тоже есть места, куда лучше не ходить. что и дети, учащиеся за границей, не будут это делать. Ну вот, кстати, если говорить о школьниках, Оксана, они же не могут находиться сами по себе, они же всегда, это тогда мы говорим о частных школах, о закрытых кампусах, о такой системе, да? Мы говорим о частных школах, закрытых кампусах, или мы говорим о частных школах с открытыми кампусами в городах, которые предлагают проживание в резиденциях, или организовывают проживание для своих школьников, принимающих семьях. Такое тоже практикуется. А, то есть семьи тоже, как вид расселения, возможно? Да, то есть, например, скажем, в той же Великобритании достаточно распространено, что вот есть не только частные, есть и государственные колледжи тоже, которые принимают иностранных студентов, европейцев включая, и предлагают там расселение по принимающим семьям. Принимают, это вы так оптимистично сказали. Что будет в следующем году? Есть ли у вас какие-то предположения? У меня предположение следующее. Ну, мне пришла хорошая новость, например, от одного государственного колледжа в Великобритании, что у них там какой-то специальный иммиграционный статус, и они будут продолжать, меня это очень удивило, получать государственное финансирование на европейских студентов, а, соответственно, они не будут поднимать стоимость до уровня международной стоимости. То есть, в государственном колледже на Первой Великобритании уровень, те, которые имеют право принимать иностранных студентов, у них должна быть определенная база, они должны быть проверены иммиграционные службы и так далее. Стоимость обучения может там варьироваться от 8 до 10 тысяч фунтов в год, в то время как для европейцев эта стоимость где-то порядка 3,5-4 тысяч фунтов в год. Это почти в два раза, это серьезная разница. И вот они меня удивили тем, что они будут продолжать принимать европейцев именно по такой же схеме, потому что им государство подтвердило, что они будут продолжать давать финансирование. Опять же, не знаю, почему так решило государство, но это нам только на руку. По крайней мере, те ребята, которые поедут в сентябре, если кто-то будет выбирать этот путь, то для них будет один из вариантов будет такой. Конечно, есть частные школы. Что касается, если мы говорим о Великобритании, то, конечно, с 1 января это будет визовый режим. То есть студенты, которые приезжают учиться в Великобританию, должны будут получать студенческую визу. Студенческую визу. И это еще один такой момент, который нужно принять внимание, потому что нужно обязательно резервировать дополнительное время на организацию всех этих вопросов родителям. То есть, скажем, сама виза с момента подачи документов может занять около двух недель, но перед этим следует подготовительный процесс, подтверждение всех документов, скажем, с принимающим учебным заведением и т.д. и т.п. То есть, скажем так, если вы решили сегодня уехать, а послезавтра вы хотите сесть в самолет, то у вас это уже не получится. То есть лучше намного заранее. То есть не получится так, как вот люди привыкли уже на протяжении последних лет делать. Ну, это касается именно Великобритании, поэтому нужно теперь еще более заранее начинать думать об этих моментах, потому что визовый процесс подразумевает, скажем так, предоставление определенных документов, подтверждающих ваши доходы, наличие средств на банковском счету и т.д. и т.п. И иногда просто нужно к этому подготовиться, чтобы получить определенную банковскую справку, где вы сможете показать определенный уровень накоплений. То есть, возможно, вам нужно полгода или 8 месяцев, чтобы подготовиться к тому, чтобы такая справка у вас появилась бы на руках. И у ребенка появилась бы студенческая лиза. Что-то уже говорит Британия о том, будут ли выдавать они европейским студентам свои знаменитые студенческие кредиты на обучение? Или пока не говорят? Да, здесь нюанс такой, что точно европейцы в массе своей будут приравнены к интернациональным студентам международным, соответственно, будет плата более высокая в университетах, и, соответственно, нужно будет получать визу и, соответственно, никаких кредитов не светит. Единственный на данный момент возможная такая лазеечка, это если вы успеете до 31 декабря слетать в Великобританию, пожить там один или два дня, то есть одной ночи будет достаточно. Обычная туристическая поездка. Обычная туристическая поездка. И, сделав это, вы сможете получить так называемый EU pre-settled status, то есть статус, который за вами закрепляет все те права, которые сейчас есть у европейских жителей в Великобритании. Это такие права, как право на работу, право пользоваться государственной медицинской системой, право получать различного рода пособия, социальную помощь и право учиться и еще туда-сюда кататься, то есть пересекать границу. Летать на самолете, студенту к будущему. Если вы такой статус получите, то есть успеете слетать в Великобританию и получите такой статус, то, может быть, сейчас не могу сказать сто процентов, может быть, вы сможете претендовать на местную стоимость и на получение кредитования, это если мы говорим об Англии и Уэльсе, и на получение финансирования в Шотландии. Почему может быть? Потому что там написано так и написано «May you may be eligible», то есть может быть вы сможете, может быть не сможете. Знаменитая британская деликатность. Да, Британия пока что еще не публиковала, при каких условиях этот статус европейцам будет давать возможность получения кредита. Если сам факт наличия этого статуса даст такую возможность, отлично, супер, это идеальный вариант. Если они все-таки захотят как-то гайки все-таки закрутить и скажут, что возможно мы хотим, чтобы у вас был этот статус, плюс какое-то количество лет или месяцев прожитых в Великобритании, тогда, к сожалению, единственный бонус это будет как минимум пересечение границы без визы на 5 лет. Хотя бы. Опять же, право работы, то есть можно летом приехать, может быть для кого-то из молодых людей тактуально там подработать. Вот, то есть какие-то все равно бонусы за вами останутся. То есть это единственная лазеечка такая небольшая, которая осталась. К сожалению, на данный момент пока что мы переходим в статус международных студентов. Это печально, потому что Великобритания одна из самых популярных стран в силу того, что там много университетов, огромное количество невероятно интересных программ. Это англоязычная страна, то есть достаточно легко было ребятам, если они хотели найти какую-то подработку. Подработку, да. Ну и вообще как-то, мне кажется, даже на таком бытовом уровне общаться, входить в новое сообщество. Ну, опять-таки не стоит отчаиваться, потому что если есть желание продолжить обучение за рубежом, Великобритания все-таки не единственная страна, и у нас есть Нидерланды, которые предлагают большое количество уже программ на английском языке, они в этом плане молодцы, они все больше и больше предлагают программ на английском языке, у них сами местные любят идти на англоязычные программы. Это для получения международного диплома? Они больше для того, чтобы иметь английский язык, для того, чтобы расширить свои возможности поиска работы. Ну да, рынок шире сразу становится. У нас есть Германия, там не такое большое количество программ на английском языке, но если кто-то знает немецкий или может его выучить, потому что те ребята, которые сейчас в 9, 10, 11 классе, они могут поставить перед собой такую цель и в принципе сделать это. Успеть за год-два подтянуть язык. Для тех, кто, скажем, не изучает язык или понимает, что здесь он его не освоит до нужного уровня B2, C1, то есть программы полугодичные, годичные, на которые можно поехать и интенсивно на месте изучать язык. Это платные программы, но если мы принимаем во внимание, что в Германии образование в университетах бесплатное, то есть даже вот эта инвестиция, которую вы делаете, вот это в полугодии изучения языка. Или там, скажем, на год, то если вы ее раскидаете, эту инвестицию, на эти 3-4 года, где вы будете учиться абсолютно бесплатно, то в общей сложности получается очень приемлемая стоимость. То есть можно всегда найти выход, да, у нас есть, у нас есть Ирландия, у нас есть Финляндия, есть какие-то университеты в Швеции, будут, к сожалению, ограничения в этих странах, там, скажем, которые не англоязычные, по количеству предлагаемых программ на английском языке. Да, потому что это страны поменьше, вот мы же тоже понимаем. Я думаю, что если так смотреть стратегически, то я думаю, что количество программ будет увеличиваться на английском языке в этих странах. Да. однако я не ожидаю какого-то суперсплеска. В большинстве случаев они начинают предлагать более классические варианты, где они уверены, что они наберут туда нужное количество людей на эту программу. Понятно. То есть какая-то экзотика, как мы говорили, космической инженерии или, скажем, что-то... Для космической инженерии там еще надо иметь соответствующие научные показатели. Да, 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 это все понятно, дипломатиста, точнее, да, и олимпиады. Но все-таки какие-то, может, я не знаю, какая-то биохимия или вот какие-то такие вот... Биохимия могут быть, да. Это то, что сейчас запрашивается, это то, что, как англичанин говорит, on demand, это требуется. Наверное, каждый третий молодой человек, с которым я разговариваю, говорит, что хочет изучать какую-то из наук. То есть это может быть в чистом виде химия, физика, биология, математика. Это может быть что-то комбинированное, это может быть какая-то инженерия с чем-то, но ты каждый третий могу с уверенностью сказать, что говорит, да, я хочу что-то из наук. Хотя какое-то время назад это было вообще, если кто-то хотел изучать что-то из наук, это было, вау, ты хочешь изучать что-то из наук. А вот, кстати, это был мой следующий вопрос, Оксана. Вы 15 лет в этом бизнесе, и вы же за это время уже, ну, вы имеете экспертную позицию. Как менялась мода на протяжении 15 лет? Куда поступали абитуриенты? Если говорить куда, то все эти 15 лет лидировала Великобритания 100%. То есть они были во главе, во главе. Потом присоединилась на каком-то этапе Голландия. Они маленькими-маленькими шагами некоторые голландские вузы, и спасибо, кстати, университетам прикладных наук, потому что именно они стали приезжать к нам, именно они стали работать с агентами, а именно они стали этот рынок как бы прощупывать и, скажем так, рекламировать, почему надо учиться в Голландии, то есть рекламировать именно Голландию как destination, как место, где стоит провести 3-4 года своей жизни или, возможно, потом построить карьеру. То есть не вот эти знаменитые вузы научно-исследовательские, а именно университеты прикладных наук, например, такой университет как Fontys University of Applied Sciences, они были первыми, кто приехал и постучался к нам в двери, да, сюда. Поэтому огромное им за это спасибо, иначе бы, возможно, мы и не знали бы. Но Голландия присоединилась, Дания тоже достаточно популярная была всегда, потому что у них было всегда бесплатное образование. Это многих привлекало, то есть оно не стоит ничего. Но они... Там дорогое проживание. Она достаточно дорогая страна. И есть такая тенденция, видите, как они предлагают бесплатное образование, скорее всего, долгосрочная стратегия, что эти молодые люди остаются в Дании и потом становятся их жителями, налогоплательщиками и так далее. Тем более, если они хорошо образовывают, это качественные специалисты. Но тенденция такая, что большинство уезжает из Дании. Вот не знаю почему, да, то есть они получают образование и уезжают. И датчане, видимо, измерив все это, они, да, решили, что как бы будем потихонечку закрывать англоязычные программы или сокращать количество мест на них для европейских студентов путем еще также повышения каких-то вступительных требований. То есть на самом деле не такое большое количество программ на английском языке в Дании. и даже в какие-то, может быть, не совсем такие, я даже не скажу слово престижно, здесь будет неправильно, в очень обыкновенные учебные заведения бывает достаточно сложно поступить, поскольку требования к языку у них достаточно высокие, и они каким-то образом там проводят какие-то конкурсы, квоты и так далее. То есть есть свои нюансы. Ну, Дания, да, Дания тоже была. Вот Великобритания, Голландия, Дания, а дальше все страны по чуть-чуть. Всегда где-то были. У нас вот совсем не звучало с вами в разговоре ни Франция, ни Испания. Франция, Испания, Италия. Или это что, это искусство? Нет, я честно скажу вам, наверное, каждый второй хотел бы уехать в Испанию или в Италию. Я думаю, только потому, что там много солнца, а нам и выехать в Италию. Нам, северным жителям, хочется в Италию. Когда говоришь, что Италия, у них загораются глаза, и я, наверное, думаю, вот каждому студенту было бы круто провести какому-нибудь хотя бы месяц или три в Италии, потому что это прям суперстуденческая жизнь под ярким, хорошим солнцем. Но, опять же, не такое большое количество программ на английском языке, особенно раньше, практически отсутствовало, сейчас начинают появляться. То есть, на первой Италии есть программы на английском языке по медицине за достаточно приемлемую стоимость, государственные вузы, в которые достаточно сложно поступить, но они там есть. То есть, можно найти психологию на английском, бизнес на английском, какие-нибудь международные отношения. Понятно, что арт, дизайн, искусство, дизайн, мода, но там тоже есть частные вузы. Это особое требование, да, мы же тоже понимаем. Там есть частные вузы, есть государственные вузы. И частные вузы, их достаточно много, они предлагают программы на английском, стоимость обучения может варьироваться где-то начиная от, наверное, на 15 тысяч евро в год до 30 и выше в зависимости от учебного заведения. Может быть, минимальное, то, что вы будете в частном вузе в Италии платить, это где-то около 10-12 тысяч в год евро. Это не так много может быть, как теперь вы будете платить Великобританию. Великобританию, да, которая закрывает для нас это. Поэтому, возможно, Италия будет привлекать к себе сейчас больше студентов, но и в государственных вузах можно найти очень интересные программы. Я была действительно даже сама немножко удивлена, когда начала делать исследования и поняла, что у них достаточно большой процент программ на английском языке по той же медицине. И, в принципе, есть возможность поступить. То есть это конкурсные программы, но когда ты смотришь на описание процесса, ты понимаешь, что это процесс проходимый. Ты понимаешь, что он доступный. Другое дело конкурс. Мы никогда не можем знать, какое количество будет заявок, где ты окажешься среди вот этих заявителей. Но сам процесс, он понятный, расписанный, доступный. Наш аттестат в Италии принимается. В Испании такая же ситуация. Если есть испанский – welcome. То есть можно, пожалуйста. Если есть английский, то… Если есть английский, то тогда будет немножко сокращенно. Ну, бизнес-менеджмент можно найти. Какие-то очень классические программы можно найти. Единственный тоже нюанс с этими университетами, что зачастую у них процесс поступления отодвигается на июль-август, даже если вы заранее дослали заявки, и вы немножко находитесь в таком подвешенном состоянии до последнего момента. Но если вы об этом знаете заранее, знаете, что так будет происходить… Да, и уже выбор сделан. Да, все окей. Ну, например, в Италии прекрасная архитектура. В той же Испании, я думаю, что некоторые науки имеют смысл тоже изучать. Опять же, климат. Климат, да. Скажите еще вот что, пожалуйста. Франция, нужно знать французский, потому что в государственных вузах практически ноль программ на английском языке. Да, это особенность этой страны. То есть B2 уровень, если вы можете достичь, начинаете учить французский с 9-го, с 10-го класса, занимаетесь этим как бы распланированно, плотненько. И сдавайте экзамен, получаете уровень B2, поступаете во Францию. Это, возможно, обучение во Франции для нас там стоят какие-то вообще копеечки. А еще, Оксана, скажите, за эти 15 лет как менялись тренды на выбор профессии, выбор науки? Вот было такое, что сначала все хотели быть, ну, я не знаю, экономистами, бухгалтерами, а потом политологами, юристами. Или еще как-то есть вот такие наблюдения? Да, я помню, что было одно время, когда просто маниакально все хотели изучать hospitality management. О, вот, пожалуйста. Да, гостиничный бизнес. Да, модное было направление. В какое-то время был просто... Гостиничный бизнес. Потом, как будто такой тренд спал, и остались только те, кто действительно влюблен в эту индустрию. Да. Да, потому что ее надо любить. Это сложная очень индустрия. Она может казаться очень привлекательной, динамичной, но надо помнить, что когда ты закончил вуз, какой бы вуз-то ни был там, бесплатный в Дании или суперплатный в Швейцарии, скорее всего, ты начнешь со стартовых позиций, ты будешь работать ночную смену. Вот-вот-вот, будешь ты пресловутым ночным портье. Многие говорят, как так, я столько денег поплатил. У меня такое образование. Да, но вот это такая индустрия, где ты должен пройти все с нуля. Поэтому есть ли какие-то ребята, идут на hospitality management. Да, это не означает, что ты станешь директором прекрасного Хиллтона. Что я рекомендую, это вот все эти базовые профессии пройти, пока ты учишься. То есть, не знаю, подрабатывать во время учебы или, скажем, летом работать. Но вот чтобы вас потом после вашего бакалавра не поставили в ночном портье, лучше это сделать в процессе. Тогда есть шанс, что вы будете чуть повыше. Хотя бы в менеджмент куда-то попадете. Да, куда-то в менеджмент можно попасть. Опять-таки, для того, чтобы попасть в менеджмент гостиничного бизнеса, не обязательно заканчивать гостиничный бизнес. По сути, можно закончить любое направление, связанное с тем или иным. То есть, менеджмент или бизнес-менеджмент или бизнес-администрейшн. Единственное, что если будут два одинаковых кандидата, и кто-то из них закончил hospitality, а кто-то просто бизнес, и у них будет все остальное абсолютно одинаково, тому, кто закончил нишевое направление, дадут приоритет. Потому что он будет немножко больше разбираться в том, как работает эта структура. Так, наверное, во многих профессиях. Так, во многих профессиях. Но это не обязательно. Медики, допустим, они же тоже начинают подрабатывать, я так понимаю, очень сразу, с первого курса, в каких-то там, в больницах, санитарам, еще что-то такое. Ну, или лучше это все сделать с самого начала, потому что... Когда ты первокурсник. Бизнес-управление держится ровненько. То есть, одно время тоже. Мода не иссякает. Мода не иссякает. Это самое запрашиваемое направление. Банковское дело было в моде. Банковское дело входит, наверное, в бизнес-менеджмент. В одно время хотели банкинг, экономика. Мне кажется иногда, что людей, ребят, просто привлекает слово экономика. Потому что иногда не могут... Они не понимают. Они иногда не могут сказать разницу или определить разницу между экономикой и бизнесом, думая, что это одно и то же. Это немножко разные вещи. Они очень взаимосвязаны, да, как говорится, at the end of the day. Но, в принципе, они разные вещи. Вот. Но экономика, да, экономика, юриспруденция, да. Это всегда в тренде. Вот то, что очень сильно сейчас возрастает, это все естественные науки или точные науки. Это возрастает интерес. Это возрастает, да. Интерес возрастает. И меня это очень радует, потому что там очень большое количество интересных программ. И даже мне, как консультанту, просто бывает интересно в чем-то интересненьком пока пошиться, да. Потому что ты как бы бизнес-менеджмент, ты уже плюс-минус все знаешь. А если тебе клиент задает такую задачу, какую-то уникальную, тогда интересно найти, что-то такое уникальное для него. И все, что касается арт-дизайна. А, вот это вот. Я хотела спросить, да. То есть мы поговорили с вами о бизнес-направлении, о научном направлении. Радует то, что вы сказали, возрос интерес к изучению наук. Будем надеяться, что, может быть, наши подросшие дети повернут мир в какую-то другую сторону. Может быть, изменять что-то. Да, какую-то более гуманную, человеческую. Может быть, что-то такое будет меняться. И все-таки искусство не уходит. Не уходит. Слава Богу. Все, что связано с искусством, с дизайном. То есть это и безумно популярный тренд. Это, конечно, filmmaking, film production. Все, что связано с кино, режиссурой, актерским мастерством. Но потрясающие программы. И если человек этим очень увлечен, то, конечно, почему нет. А как же IT-технологии, Оксана? IT-технологии, они, да, они есть. Это вот уже классика жанра, как и бизнес, мне кажется. То есть они видоизменяются потихонечку. Да, то есть есть классический, там, computer science, да, или software engineering, или programming. Но очень много сейчас появляется таких программ на стыке, да, то есть, например, как IT business management, да, или, то есть где совмещается управление с IT, то есть ты не учишься быть программистом, да, а ты, как бы получается, что ты, тебя учат быть тем человеком, который не программирует, но понимает, что происходит на бэкграунде и умеет все это имплементировать, то есть ввести в работу в компаниях, продавать это, понимать, как это можно модернизировать. То есть это вот такие программы на стыке, очень интересные. Потом IT сейчас становится тоже таким более творческим. Есть очень много направлений, которые как бы IT, но уже в сферу творчества, да. То есть это те же… IT-дизайн, графика… Да, гейм-дизайн, гейм-программинг, безумно популярное направление на самом деле, и это огромная индустрия, просто невероятная. Потом вот то, что меня поразило, это e-спорт в этом году, да, то есть это электронный спорт, да, дигитальный спорт. Это тоже на стыке, да, то есть это и искусство в какой-то степени, потому что это все нужно создать, и создать платформы, и все это сделать визуально красивым. Это управление, потому что нужно этими мероприятиями управлять. Да, да. Да, и плюс это все нужно запрограммировать, насколько я понимаю. Ну, я так очень грубым языком говорю, да, но это вот что-то абсолютно на стыке, очень интересное, очень современное. То, зачем стоит будущее точно, большое. Ну, в каких-то странах, как в Америке, там уже огромные инвестиции в эту сферу производятся. Вот у меня несколько ребят, увлеченных этим было в этом году, которые меня так заинтересовали, рассказали. И тоже что-то новое показали, видимо, да? Ну, на самом деле, это настолько новое направление, что в Европе его только в 2019 году были первые наборы на программы бакалавра в Великобритании. То есть, вот если мы говорим о каких-то таких академических программах, как программа бакалавра и эскорт, вот они только появились вот-вот, совсем свеженькие. Ну, что, надо сказать спасибо вам огромное. У нас время пролетело незаметно абсолютно. Что я хочу сказать всем, кто нас послушал. У вас есть время до Нового года. До Нового года, да. Если в вашей семье есть учащиеся 12-го класса, все-таки сесть, поговорить с детьми или с ребенком, подумать о том, как будем жить дальше, что мы будем делать, будем ли мы оставаться в Латвии, будем ли мы пытаться уезжать. Ничего криминального, послушав специалиста, вы понимаете, не произошло. Границы по-прежнему открыты. Образование доступно. И, как говорят мудрые люди, как сказала мне Оксана в нашем интервью, дома всегда можно остаться. Дома всегда можно остаться, домой всегда можно вернуться. Попробовать себя где-то за пределами дома, это моя настоятельная рекомендация, наверное, всем молодым людям. На каком-то этапе их жизни. Не обязательно во время школы, может быть, немножко попозже, но это очень помогает расширить горизонт. То есть, либо это будет бакалаврское образование часть, либо это может быть магистрское образование. Бакалавр – это может быть магистр, это может быть какая-то обменная программа в рамках бакалавра, это может быть геп-еер, который вы берете и сами его формируете. Участь уже, да. То есть, возможностей очень много. Есть долгосрочные варианты, например, как бакалавр – это 3-4 года. Есть более краткосрочные варианты, даже для тех же уже учащихся в университетах. Есть потрясающие summer schools, которые предлагают университеты, за которые даже дают какие-то определенные кредитные пункты. То есть, можно опыт международного набираться потихонечку и маленькими шажками, если боязно сделать какой-то большой скачок в неизвестность. Ну, как вы уже сказали, тревожно скорее родителям, чем детям. Поэтому, дорогие родители, снимайте свою тревожность, находите Оксану Пинчук. Повторяю еще раз, Оксана Пинчук. Где Оксана вас можно найти? На Фейсбуке точно узнаешь, что есть. Меня на Фейсбуке точно можно найти. Оксана Пинчук. Я думаю, что я там буду номер один. В запросе. В запросах по Латвии. И можно через название вашей компании. И название компании www.amda.world. Так что я думаю, что вы успокоите и тревожных родителей, и учащихся тоже в таком подвешенном то ли онлайн, то ли оффлайн состоянии учеников и студентов. Ну, и надо сказать, что образование, конечно, это то, что, несмотря на все разговоры о том, что, ну вот, может быть, сейчас можно быть таким самородком и все это делать самому, и так вот довольно творчески подходить к жизни и вести такой более богемный. Но жизнь подсказывает, что наступает обязательно момент в каком-то возрасте, в 25, в 37, в 42, когда ты думаешь о том, да, что, боже, почему же я все-таки не учился в 20 или в 22? Я вам скажу, мне вчера поступил звонок от моей очень близкой подруги. Она живет в Польше уже долгое время, и она мне сказала, Оксана, а есть только желез, сколько мне. Она говорит, Оксана, я поступаю на бакалавра по психологии. Вот я вчера радовалась до человека. То есть никогда не поздно учиться. Ей порядка 40 лет, и она поступает заново на бакалавра по психологии, потому что вот она решила немножко поменять направление в своей жизни, а для этого ей нужно начать с самого начала. Ну, Оксана, мне есть что вам ответить. Я свое первое образование и бакалавриат и магистратуру заканчивала в 20-25, а когда мне исполнилось 42, я тоже поступила в Рижский гештальт-институт и стала изучать психотерапию. Так что пожелаю всем, дорогие родители, поговорите с вашими детьми по душам, сделайте выбор, обратитесь к Оксане, она возьмет вас за руку, все у вас будет хорошо, и вы со спокойным сердцем, с легкой душой пойдете в мир образования. Я с вами прощаюсь до следующей среды. Журналы «Люблю», «Люблю лайв». Меня зовут Ина Авина, я главный редактор. Пожалуйста, встречайтесь с нами в киоске. Обратите внимание, какой у нас красивый, яркий, чудесный осенний журнал. Покупайте и читайте все самое приятное для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!